Готовим площадку, потому что снег пошел сегодня. Сколько сантиметров пять выпало? Вот этот такой каточек есть в Барнауле, называется полимер. Кстати команда неплохая здесь играет, поток такой уютный. Сын мой чистит площадку, сейчас покажет вам. Сейчас нужно тормозить. Шайба, вот она. Смотрите, разгоняется. Вираж. Вот он, тормоз. Давай еще раз. Точите коньки с заточкой? Да, вот этой заточкой, которая в предыдущем видео была. Нормально торчится? Отлично. Расскажи, расскажи свое впечатление о заточке. Ну я думаю для катания вот это вот точило или как экспресс заточка более чем достаточно. Даже не нужно ездить куда-то точить специальные мастерские. Дает фантастический результат контроля движения своего во время игры в хоккей. Ага. И все. Ну а сегодня я покажу как катается кросби. Кросби? Сидни? Да, как катается Сидни кросби. Нифига себе. Да, а вы все посмотрите, похлопаете в ладоши и скажете я тоже так хочу и будете тренироваться. Ну давай, посмотрим как Сидни кросби. Задача номер один. На каждой, каждый раз, когда вы вышли на лед, первое, что вы делаете, катитесь вперед-назад и второе, что вы делаете. Это вы делаете полудуги на внутренней стороне конька. На одной ноге. Вот так вот. На внутренней стороне, на одной ноге. А скажи для чего эти полудуги? Во время игры, когда двигаешься с шайбы, двигаешься на соперника. В основном все движения происходят на одной ноге. В хоккее, да? В хоккее, да. А на двух когда тогда кататься? На двух, на тренировках. Чтобы научиться на одной кататься, да? Да. Ну давай, Сидни кросби. Так, для этого. А кто такой Сидни кросби? Расскажи нам. Да это там хоккеист один в Канаде играет. Неплохой такой, да? Да, но он выиграл все. Все, что можно выиграть. У него фантастическое катание. Ну как и у всех канадцев. И контроль шайбы. Сейчас будем делать. Сейчас будем делать. Давай. Это третье, то что вы должны делать каждый раз. Например, когда приходите на кататься. Это ты нам сейчас Азы рассказываешь, да? Как лучше начать кататься. Да, да, да. Вот движение. То есть я ставлю коньки вот так, друг к другу. Как можно прямее друг к другу, да? Да. И отталкивается. И отталкивается. Еще раз покажи как. Задней ногой я отталкиваюсь с носком. А передней ногой я отталкиваюсь с пяткой. Ага, ну-ка. Отлично. Отлично. И чем радиус меньше, тем лучше, да? Да. В другую сторону. Передней ногой я отталкиваюсь с пяткой. Хорошо. Теперь это сделаем восьмеркой. Давай. Отлично. Это второе упражнение, да? Или какое? Теперь все это сделаем с шайбой. Давайте. Примерзла шайба. Так, мы маленько очистим от снега. Громче говори, а то может не слышно быть. Громче говори, а то может не слышно быть. И сколько раз так нужно повторить за тренировку? Чем больше, тем лучше. Ну что, всю тренировку кататься вот эти вот восьмерки, что ли? Нет, это для того, чтобы именно как кроссби научить. Ага, понятно. Это вправо-влево, да? Так, хорошо. Еще расскажи что-нибудь интересненькое. Тоже самое спиной вперед. Давай, спиной вперед. Да, спиной вперед уже сложнее контролировать шайбу. Так ничего, с таким снегом. Ну ничего, если что, без снега снимем. Со снегом интереснее, больше проблем. Вот, и теперь на одной ноге. На одной ноге, так? Отталкиваемся. Шайба потеряна. Но ничего, всякое бывает. Это тренировка. Снег, снег мешает, конечно. Ну что, нет другого времени у нас снимать. Сегодня воскресный день, вот и снимаем. Для чего это нужно? Для чего? Вот, я сейчас покажу без шайбы, снега просто много. Вот, мы зашли в зону шайбы. Вот, я контролирую. Блин, ну это не серьезно так говорить. Ну ладно, когда снега не будет, еще раз снимем. Все, всем пока. Катайтесь на коньках. Точите сначала, а потом катайтесь. И тренируйтесь. Ну, скажи что-нибудь. Пока. Продолжение следует.